Ученики третьих классов Кировской школы номер два будут изучать краеведение по новой рабочей тетради, которая рассказывает, как менялся Кировск от 30-х годов до наших дней. Красочное учебное пособие с иллюстрациями и задачами ребятам подарили сотрудники историко-краеведческого музея Кировска. Появление такого издания стало возможным благодаря проекту «Проблемы города. Решаем вместе». Полезная тетрадь уже приглянулась юным краеведам. Вот так выглядит новая рабочая тетрадь. Школьники уже спешат ее рассмотреть. Но сначала презентация. В акт-вом зале работники историко-краеведческого музея для разминки задают детям вопросы. Где находится Мурманская область? Как распознать на карте Хибины? Какие озера располагаются в Кировске и Апатитах? Ответы проверяет Горничок. Очевидно, что девчонки и мальчишки о северной родине знают много. Помимо школьных занятий по краеведению, они часто посещают Кировский историко-краеведческий музей. Сотрудники музея уже давно планировали создать для третьеклассников рабочую тетрадь. В прошлом году мы выиграли грант у акционерного общества «Апатит. Проблемы города решаем вместе» на издании рабочей тетради по краеведению. Этот вопрос уже давно назревал. Мы часто общаемся с педагогами. И сейчас в обязательную программу входит такой предмет, как краеведение. Общая тема тетради – День ученика в школе. Как он проходил в 30-е годы прошлого века и как выглядит сейчас. Здесь кроссворды, игры, раскраски. Рома Савченков из 3-го А смотрит тетрадь с восторгом. Он узнал многие городские издания и школу, где учится его брат. И даже счеты, которые однажды увидел с мамой в банке. Этот раньше инструмент, когда еще не было калькуляторов тут, ими раньше считали. Кстати, страничку со счетами стоит рассмотреть более детально. Здесь есть текст на внимание. На других страницах – Хибиногорск, Кировск, во всей красе. Мне эта тетрадка понравилась, что там красочные картинки, там вся история нашего Кировска. И там очень красивые здания, старые очень, которые раньше были в нашем Кировске и их перестроили. Прекрасные иллюстрации к тетради создала художник Марина Борисова. Содержание придумывали сотрудники музея. Елена Никулина рассказывает, что у тетради есть еще одна задача. Вызвать интерес к истории не только города, но еще и своей семьи. Тут очень много вот таких вот заданий, и мы обращаемся к детям. Спросите у своих бабушек и дедушек, какие вот фотографии вашей семьи хранятся в ваших семейных архивах. То есть мы втягиваем в эту игру не только детей, но и их родителей. Рабочую тетрадь по краеведению будет использовать на занятиях. С ее помощью дети разобьют воображение и легче усвоят материал. Проект Кировского филиала акционерного общества «Апатит. Проблемы города решаем вместе» начинает очередной прием заявок от предприятий и организаций. Предлагайте свои полезные творческие социальные идеи. Приглашаем все бюджетные, муниципальные, общественные организации принять участие в нашем конкурсе. Заявки можно приносить по адресу улицы Хибногорская, дом 35, или звонить по телефону 32 633.